Продолжение следует... Из Флориды, в июле, к далеким просторам. Олдринг, Армстронг и Коллинз пристегнули ремни, в кресла вдавлены плечи. Через 103 часа мягко сел на Луну космолет в клубах лунного света. Вы чего замолчали? Раздалась Сибирь. Напряжение молчания росло с каждым мигом. Брови Эдвина Олдринга вверх поползли. Вижу странный предмет, как раскрытую книгу. Он на весь горизонт. И потом замолчал. Армстронг в их разговор не вмешался, а въехал. «Эй, земля, там какой-то протяжный сигнал. Уберите, оглохнем. Ну что за помеха?» А в ответ из динамика. «Что за абсурд? Да от вас же на землю идут эти звуки. Словно что-то читает индус или курд, и потом молний треск, или хлопают руки. Мы меняем фриканс на различных волнах. Ваш сигнал принимаем на суше и море. Но опять... Здесь у нас и у вас два динамика вторят. Субтитры создавал DimaTorzok Время шло. Пролетело 14 лет. Армстронг как-то в Египет на форум приехал. И ту самую фразу, лучащую свет, вновь услышал протяжно-повторенным эхом. Побледнел и взволнованно вздрогнув спросил. «Это что я за странную музыку слышу? Нечудесные сгустки неведомых сил?» А призыв Мэйдзина все делался тише. На него удивленно смотрели глаза египтян, ироничных, как лезвия бритвы. «Армстронг — это не музыка, это азан. Он всегда правоверных зовет на молитву». Космонавт приподнялся в сияющем гле. «Мне теперь никакой проповедник не нужен. О, Аллах, я тебя не нашел на земле, но по воле твоей на луне обнаружил. У меня это первая в жизни глава, где животным порывам не следую слепо». И для слушавших все это Нила слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Нейл продолжил. «Всевышний, мне вера твоя избавляет и душу, и тело от страха. В этот мир не пришел мусульманином я, но уйду из него по дороге Аллаха. О, Аллах, я нашел тебя не на земле, а на луне. Я ступил на луну без молитв, а теперь буду молиться. Можете считать меня мусульманином». Нил Армстронг